Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Ну что, друзья, вы знаете, я могу с уверенностью сказать, что Huawei наконец-то вернулась. Долгое время компания боролась за выживание и стояла, можно сказать, что над пропастью банкротства. Но все же за последний год Huawei вырвалась на вершину и, кстати, даже смогла обогнать саму компанию Apple. И вот сегодня мы с вами и вспомним, благодаря чему Huawei стала популярной, почему скатилась вот в эту вот пропасть и как смогла оттуда выбраться. Короче, давайте не тратить время не зря, потому что видео действительно получилось интересным. Подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя я уверен, что все уже давно подписаны. Короче, если вдруг не подписаны, подпишитесь, лайк, начали. Не забываем, у нас с Русиками есть свой телеграм-канал, где мы ежедневно публикуем только самые свежие, интересные новости из мира гаджетов и электроники. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании под видео. Я думаю, что многим может показаться, что Huawei это какая-то молодая китайская компания, у создателей которой еще там, не знаю, молоко на губах не обсохло. Ну да, все-таки китайские смартфоны когда стали действительно такими популярными? Он в районе 2015 года, а до того времени большинство даже не знало ни о существовании Huawei, ни о существовании Meizu, Xiaomi и так далее. Ну а все же, друзья, на самом деле история Huawei, как ее правильно надо называть, именно Huawei, началась еще в 1987 году, когда военный инженер Рен Женфей наскреб по сусекам 21 тысячу юаней и решил основать свою собственную компанию. Тогда дела в Китае шли очень плохо, хочу отметить, так что и название он выбрал, ну такое, знаете, многообещающее, причем буквально. А, в наших краях, конечно, это звучит как какое-то ругательство, и вон когда мой оператор Русик слышит, когда ему кто-то в спину кричит Huawei, то, знаете, может даже в драку полезть. Ну а вы знаете, на самом деле, вот старина Рен придумал название своей фирмы, вдохновившись слоганом «Жон Хуа Уэй», который означает, ну что-то вроде «Китай многообещающий». В общем, тогда Huawei просто брала и продавала чужое оборудование для корпоративной связи. Но уже в 1990 году они начали разрабатывать свое. И в итоге, в 1993 году они сделали самую крупную, друзья, в Китае автоматическую телефонную станцию. И вот тут вот бизнес не просто пошел, нет, не просто, а полетел в космос не хуже, чем Тесла и Илона Маска. Да, и неудивительно, что компания начала получать контракты от правительства на телефонное оборудование. А когда Китай снял железный занавес, то их, знаете, кабели потянулись вообще по всему миру. Но все же самое интересное началось в 2004 году, когда компания Huawei выпустила свой первый телефон, а именно C300. Не, он не стал первым в мире мобильником, ведь тогда уже вышел Motorola Razr V3. C300 был просто такой звонилкой, которой при желании можно было еще, ну там, не знаю, расколоть небольшой орех. Но вы, кстати, не смейтесь, мобильник получился достаточно интересным, чтобы компания продолжила работать в этом направлении. Так что в 2005-м мир увидел распродушку Huawei U626. Это был уже с таким красивым цветным дисплеем. А вот в 2009-м они уже выпустили свой первый Android-смартфон под названием U8220. И вот последний, вы знаете, принес им, ну, хоть какую-то популярность. Потому что это был чуть ли не самый дешевый смартфон на зеленом роботе. Ну, например, вот на рынке Великобритании вот этот вот смартфон продавали как T-Mobile Pulse. И представляете, за сколько? Всего за 20 фунтов. Не, ну, конечно, пользователям приходилось потом платить каждый месяц по 10 фунтов за связь. Но, а знаете, это все равно было дешевле, чем брать там, например, iPhone, Samsung или LG. Да и вы знаете, в целом U8220 получился, ну, неплохим смартфоном. Ну да, все-таки там уже была поддержка 3G, Wi-Fi, большой для того времени дисплей в 3,5 дюймов, представляете? Да, и даже еще и камера в 3,2 мегапикселя. А, при том же еще и с автофокусом. Правда, вот чтобы урезать ценник, вы знаете, Huawei пошла, ну, на два таких, я считаю, довольно-таки странных упрощений. Вот, например, вместо стандартнейшего разъема под наушники в 3,5 мм, туда зачем-то поставили разъем в 2,5 мм. Так что пользователям приходилось для того, чтобы послушать музыку в наушниках, пользоваться переходником. А, ну и также еще Huawei зажала вспышку для основной камеры. И вот после выхода U8220, вы знаете, Huawei так понесло, как вон моего оператора Русика после двух бокалов слабоалкоголь. То есть ужас. Вы чуя запах денег, они начали клепать эти смартфоны быстрее, чем кролики клепают своих маленьких крольчат. И вот, чтобы вы понимали, до 2012 года компания выпустила более 20 моделей на Android. Я же не просто так отмечаю именно этот, потому что именно в этот год компания Huawei и запустила свою самую культовую линейку под названием Ascent. И вот в нее попадали смартфоны среднего класса и флагманы, но всех их объединяло одно – это интересный дизайн. Ну и, например, очень много шуму надел Huawei Ascent P6 с толщиной всего 6,18 мм. И на то время это был вообще один из самых тонких смартфонов. Причем инженеры смогли еще обойтись без выступающих камер, и Huawei не пришлось еще и отказываться от мини-джека. Правда, вот разместили его сбоку, что, конечно, уже не совсем удобно. Ну и также было, знаете, очевидно, что этим смартфоном компания Huawei все-таки пыталась переманить владельцев айфонов. Да, так что он получил плоский дизайн, как у iPhone 5s. Это с металлическими гранями и крышкой. Да и, кстати, по железу, вы знаете, все тоже было неплохо. Смартфон предлагал четкий IPS-дисплей, хорошую камеру и даже, кстати, фирменный Huawei-ский процессор, который не доводил владельцев до панических атак. В то же время ему, например, не хватало NFC, там и LTE ему тоже не хватало, что тоже, ну, как бы, отталкивало все-таки некоторых покупателей. И вы знаете, на самом деле в линейке Ascend были еще подсерии G и D, но они особо не прижились. И самые все-таки знаковые смартфоны выходили в серии P. Причем настолько, что когда Google попросила сделать Huawei и новый Google Phone, то его тоже поместили в эту серию. Да, друзья, когда-то были времена, когда Google сама брезговала самостоятельно делать свои смартфоны и поручала это разным производителям. И вот однажды очередь дошла и до Huawei, которая сделала им, можно сказать, эту конфетку, друзья, под названием Nexus 6P. Но я вообще считаю, что это лучший смартфон линейки Nexus. Ну, во-первых, это был первый Nexus в цельнометаллическом корпусе. Ну, почти. Ну, слушайте, тогда технологии были не такие классные, как сейчас. Потому, вооружившись паяльниками и пассатижами, дизайнеры Huawei сделали вырез для пластиковой заглушки под антенны связи. Ну, а сверху сделали еще и стеклянную вставку под камеру. И, как вы видите, Nexus 6P оказался настолько удачным, что Google до сих пор использует похожее оформление основного блока камер. А, во-вторых, Nexus 6P он же еще и радовал своим идеальным соотношением цены и качества. Ведь смартфон получил яркий и четкий OLED-дисплей, флагманский Snapdragon 810, еще и большой аккумулятор на 3450 мАч. Ну, а камера получилась настолько хорошей, что даже по нынешним меркам снимки выглядят, ну, неплохо. И вот при всем при этом Nexus 6P стоил дешевле iPhone 6S, Galaxy Note 5 и прочих флагманов того времени. Так что тогда это был самый настоящий топ за свои деньги. Но все же не думайте, что компания Huawei запомнилась только крутыми флагмами. Бюджетники, знаете, они тоже делали хорошие. Мало того, делая дешевый смартфон, им еще и удавалось как-то, знаете, сохранить в нем какую-то вот изюминку. И это очень хорошо иллюстрирует Huawei P Smart Z, который вышел в 2019 году. И вот этот вот период интересен по двум вещам. Ну, например, вот тогда был тренд на выезжающие камеры. Ну, а их ставили исключительно только во флагманы и максимум в середнячки. И вот, собственно, P Smart Z и выделялся тем, что стал чуть ли не единственным, друзья, на тот момент бюджетником с выезжающей камерой. И мало того, что это само по себе прикольно, так благодаря этому Huawei еще и смогла сделать дисплей же без вырезов. В остальном же это был просто такой неплохой, уверенный бюджетник с годными характеристиками, который был серьезным конкурентом и Xiaomi, и Meizu, и остальных. Да и в целом, знаете, у Huawei тогда была очень сильная позиция на рынке. Ну да, ведь они старались делать красивые смартфоны и при этом еще и с годным железом. Поэтому они очень легко и выбились в лидеры. Если в 2012 году они держали около где-то 3,3% рынка, то в первом квартале 2019-го они честно себе отжали 19% рынка. И, по сути, в итоге компания Huawei обогнала всех китайских производителей смартфонов. И вот на этой скорости они, вы знаете, даже челку айфону так слегка смахнули, потому что обошли даже компанию Apple. Но все же 2019 год запомнился не только трендом на выезжающие камеры, но, как и оказалось, и крахом компании Huawei. Но сначала полезный совет. Если так произошло, что ты хочешь похудеть к лету, а твоих сил и стараний хватает только на забег от дивана к холодильнику, то знаешь, что я тебе могу посоветовать? Да вообще не парься по этому поводу. Все, что нужно сделать, это просто включить мой обзор. Все, да поверь, под мои обзоры лето твое пролетит вообще вот так, не заметишь. А там уже лыжи, что там еще, шапка, зима, куртка, пуховик, в пол. Вообще худеть не надо. И куда ты там худеть собрался, уже лето. Ой, ладно, уже не благодари, подписывайся. Итак, продолжим. Так вот, в то время уже полным ходом шла торговая война между США и Китаем, которые всеми силами пытались ставить друг другу палки в колеса, ну, чтобы подорвать экономику. И в какой-то момент, наверное, американцы, насмотревшись боевиков про китайскую мафию, поняли, что китайская техника это зло, которое угрожает безопасности страны. Ну, наверное, так. Да, так что все, что они сделали, это решили от нее избавиться. И, кстати, даже запретили американским компаниям сотрудничать с китайцами вообще в любом формате. Ты, конечно, Русик, знаешь, и не китаец, но я от тебя тоже когда-нибудь избавлюсь. Но, правда, хочу отметить, что далеко не все компании попали под вот эту вот горячую американскую ладошку. Ну, да, ну, например, Xiaomi делалась только легким испугом. А вот Huawei, которая обогнала вообще всех, кого можно, нет. Она попала именно в черный список. А, конечно, они легко могли найти, например, нового поставщика, там, не знаю, стекол, каких-то радиомодулей, батарей, процессоров. Но все же вот одну проблемку простой заменой комплектующих они решить не смогли. Как вы понимаете, смартфоны Huawei на чем работали? На Android, который владеет кто? Американская Google. Ну, а так как Google послушна американской компанией, то, конечно же, она и послала Huawei на слово из трех букв, которое созвучно с его названием. Да, и в итоге Huawei полностью отрезали от Google сервисов. И могу сказать, что тогда, что сейчас, ну, как-то сложно представить без этих сервисов смартфона. Конечно, Android, он же, по сути, бесплатный. Ведь это все-таки открытая операционка, правильно? Но все же, чтобы на смартфоне работал тот же самый Google Play, там, Gmail, YouTube, карты и так далее, то вам все-таки придется, знаете, сотрудничать напрямую с Google. Да, я знаю, что Huawei быстренько сварганили собственный магазин приложений, где было почти все, что нужно. Но тут же ключевое слово какое? Почти. Да, потому что многие пользователи не хотели рисковать и брать смартфон, который не может закрыть все их запросы. И в итоге интерес Huawei упал вообще на нет. По этой причине, можно сказать, что Huawei практически вытурили с глобального рынка, и до конца 2020 года их доля упала до 8,4%. Это даже меньше, чем у Xiaomi. И вот как обычно бывает в такой ситуации? Компании скатываются в банкротство и потом постепенно вообще уходят с рынка, как было с той же самой LG, там, разными ногами и остальные. И вот компания Huawei тоже некоторое время походила по краю вот этого банкротства и даже, я думаю, что пощупала дно. Но, чтобы вы понимали, за последний год компания не просто вернулась, она вырвалась даже в топ. И вместо того, чтобы просто сложить лапочки и свои плакать, компания Huawei решила начать, друзья, просто все сначала. И первым делом, конечно же, взялась покорять родной китайский рынок. Вот если вы думаете, да какое нам там дело до этих китайцев, то, знаете, вы сейчас очень сильно удивитесь. Видите ли, как бы вам так сказать, китайский рынок, он ведь самый крупный в мире. И за него борются вот абсолютно все компании. Кстати, в том числе и Apple, и Samsung. Потому если у компании все хорошо получается там, то и на глобальном рынке у нее тоже все пойдет в гору. И вот Huawei постаралась настолько сильно, что даже смогла обогнать Apple, которая, кстати, долгое время была очень популярна в Китае. Если, например, в 2023 году Huawei держала всего 8,6% рынка смартфонов, то меньше, чем за год они выросли до 17%. В то же время Apple, она уже упала с 17,8% до 15,6%. И сейчас сидит на третьем месте. А что интересно, то сейчас они уступают единственному, своему собственному дочернему предприятию под названием Honor, который занимает 17,1% рынка. Да, так что по итогу Huawei и Honor, можно сказать, что делят первое место. И вот, значит, захватив домашний рынок, Huawei уже полезла на глобальный. Причем сразу начала играть не по мелочи, а по крупному. И вместо того, чтобы завалить нас какими-то там бюджетниками, как та же самая Xiaomi, Huawei решила покорять мир гибких смартфонов, увеличив поставки на 257%. И в итоге, друзья, на первый квартал 2024 года это самый большой поставщик гибких смартфонов, который, кстати, обогнал даже Samsung. Да, я, конечно, понимаю, что поставки это не продажи, но, знаете, компании тоже не делают это просто так. Ну да, они сперва смотрят на интерес, потом наблюдают за продажами, а потом уже и принимают решение идти в обанк. Ко всему, Huawei еще и зашумелась на глобальном рынке, выпустив свой новый флагман, а именно Huawei Pura 70 Ultra. И помимо того, что он выглядит же прикольно, так это еще и вот, друзья, буквально лучший камерафон вообще на этот момент, который получил 163 балла от экспертов Dexamark. И, кстати, по части съемки он смог обогнать не только iPhone 15 Pro Max, но еще и топовый Oppo Find X7 Ultra. А этот смартфон, знаете, с очень крутым набором камер. Так что все, друзья, компания Huawei полноценно вернулась. Вот только мне интересно, а купили бы вы себе смартфон от компании Huawei? Обязательно об этом напишите в комментариях. А также, друзья, конечно же, посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезные, но еще веселые и интересные. Ну и главное помните, что все самое интересное. Где? Верно. В коробке. Верно. Верно. Верно.